Вот мы все, как раз я хотел сказать... Нет, все нормально. Геннадий Иванович, можно? Да. Замучили вчера. Уважаемый советник, что в музее должно возникнуть вопрос к Кринской компетенту Геремкина, в первую очередь. Во-вторых, я считаю, что эти мои пять ставок, это ни о чем. Почему? Потому что для того, чтобы соответствовать наш музей к критериям общим, наоборот, надо добавить ставку, но усилить проверку комиссии Совета. За работу. Потому что наш музей находится на одном из самых худших состояний на юге. И была уже дважды проверка, но просто оттягивают, витамин, вклад, туда соврать. Что наш музей может не противостоять аккредитацию. Ну, за аккредитацию отвечает директор. Ну, я о чем и говорю. Нет, има. Потому что нет. Директора поменять и все, и пройдут аккредитацию. Я об этом не говорю. А вы только ничего не говорите, не говорите, не говорите. Мы над этим работаем. И будет создана комиссия по поводу музея. Нет, просто 05 ставок, это вообще ни о чем. За эти деньги не работаем. Наоборот, нужно задать ставку, чтобы внутри будет работать. Кто за приложение 16? Кто за? Там то, что экономист сказал. Одна уборщица там просто опечатала. Кто против? Кто воздержался? 17 за. Один воздержался, один против. Минутку, подождите, пожалуйста. Осмотрение ходатайства Ассоциации Совета Старящего у коммерческого выделения денежных средств для поздравления семейных пар, проживающих в совместном браке 50 лет и более. Я знаю, можно ли заполнение по этому вопросу? Пожалуйста. Уважаемый советник, я считаю, что по этому вопросу нам надо делать запрос в ЗАГС и эту категорию узнать реальную. Потому что есть очень много, точно знаю, что более 10 семей тоже прожили 50 лет и их списках нет. Но чтобы с этого уйти, если мы хотим поздравить, поздравить должны всех. Можно? Можно я отвечу на ваш вопрос? Если есть такие люди, никто нам не запрещает на первой же сессии января добавить людей. Это же идет поэтапно. На прошлое я был с премаром Виктором Николаевичем. То же самое, мы поздравляли тут на день, по-моему, 7, по-моему, да? Все эти пары были. Не только их мы поздравляли, но поздравляли, кто работает в медицине, в образовании, везде. Мы все это поздравляли. Это начальный этап. Совет Старящий вот это все взял. Единственное, тут Папа Зоглу Иван и Мария, это улица Толбухина, переулок, просто для себя исправьте. Много исправления есть, и так посмотреть. Нет, но это на моей улице живут, я поэтому знаю этих людей. Написали просто улица, это переулок. Это одно. Мы это уже как бы делали сейчас и на день города. То есть никто вам не мешает найти, если инициативу проявить, ЗАГС, кто такие люди есть, пожалуйста, выносим на комиссию, на следующее, что все это утверждаем. В дополнение к вашим словам, каждому заявлению, то есть это должно быть персональное заявление, и плюс к заявлению прилагается свидетельство о браке. Поэтому оно уже ясно, что эти люди прошли. Это во-первых. Во-вторых, без личного заявления мы не можем проявить инициативу и поздравить. То есть сама статья материальной помощи предусматривает личное заявление человека. У нас был такой момент, когда в семье два человека, две сестры. Ну, согласно закону о персональных данных, я не могу разглашать и говорить фамилию. Но у нас был такой инцидент, семейный инцидент. То есть две сестры. Одна хочет, чтобы родители поздравили, другая нет. Зачем? Публичность, все. И потом прямо при поздравлении нету работников при Марии возникли внутри семьи. Поэтому проявлять инициативу иногда это хорошо. Иногда хорошо. А иногда это бывает... Если хотите, я вам дам слово. Георгий Иванович, а иногда это бывает во вред. Поэтому есть заявление, есть свидетельство. Пожалуйста, мы всегда за то, что происходит.